Добрый день, мои дорогие прекрасные дамы, дорогие прекрасные девушки! Я к вам сегодня с очередным новым видео, очередная распаковка из ары. Я когда снимала в прошлый раз видео, я обещала, что это не последняя распаковка, потому что я купила довольно много вещей. Ну, поскольку там бушуют распродажи, до сих пор, кстати, бушуют, во всяком случае у нас в Канаде. Я обещала, что я вам покажу, что я купила еще, и я так разбила это все по темам, но по темам, по цветам, не то, что там свитера, платья, кофты, отдельно пальто, отдельно сапоги, а я разбила это все по цветовым гаммам. В прошлый раз мы были в розовом цвете, сегодня у нас ментоловый цвет, который тоже, по-моему, является трендом нынешней весны, причем, по-моему, уже не первый год. Насколько я знаю, по-моему, ментоловый цвет очень даже в тренде, плюс ко всему он мне очень даже нравится, поэтому я с удовольствием снимаю это видео, с удовольствием покажу вам, что я купила. Это будут вещи, ну, так скажем, зимне-весеннего сезона, потому что там попадаются свитера, но я вам хочу сказать, что свитера в Канаде, это, можно сказать, вообще, что даже и лень в гардеробах. Нет, не совсем так, я, на самом деле, немножко преувеличиваю. У нас летом довольно тепло, довольно даже жарко бывает в Антарии, во всяком случае, но, тем не менее, весна – это свитера до, так, мая месяца, до середины вполне-вполне мы их носим, поэтому это для меня весенний гардероб. Тем более, что если сочетать их с, вот, допустим, с такой вот шелковой юбкой, то как раз вот самое то для того, чтобы как раз вступить в весну и вступить в этот переходный период осенний-весенний, или сезонный, так называемый, сезонное пальто. И я вам покажу то, что я купила, и первая вещь уже на мне – это свитер. Если, я не помню, я примеряла его в своем влоге, когда я хотела сниматься в Зару, не помню, может быть, но, может быть, я просто… Ну, в общем, не важно. Я купила этот свитер, вот, если мы говорим о ментоловый цвет, про ментоловый цвет, то он, как бы, частично ментоловый, то есть он, видите, с белым, с коричневым, под него я подобрала такую юбку. Я, конечно, все это покажу, вот у меня там лежат вещи, я все это примерю на себе, как всегда я это делаю, и вы все увидите в полный рост. Но начнем мы вот с такого вот свитера, который я скомбинировала с коричневой юбкой, потому что у него есть коричневый элемент, здесь коричневый цвет, такой молочно-коричневый, не темный коричневый, не шоколад, а такой светло-коричневый. Это первая вещь, которую я купила. Теперь я вам что хочу сказать. Все абсолютно трикотажные вещи, которые сейчас в Заре, они продаются за 16 долларов. 15.99, все свитера. То есть вот этот свитер стоил за 16 долларов. Состав в нем синтетика, я даже не буду проверять, вернее, я посмотрела, и я видела, что он синтетический. Но, во всяком случае, по-моему, он очень симпатичный, мне он нравится. Я в этом стану покажу вам, как он выглядит. Он у меня очень длинный, он такой средней длины. Взяла его в размере медиум. И давайте смотреть, что еще я купила. Следующая вещь, это тоже кардиган. То есть, ну, свитер кардиган. Тоже вот такого вот ментового цвета. Вот так вот он выглядит. Очень-очень мне нравится. Вот такая вот вязка косыми, такая толстая. Знаете, разные комбинации разных вязок. И очень красивые пуговицы из страз. Я надеюсь, вам видно. Солнце светит или плохо. Вот так покажем, да, я надеюсь, что так видно. Ну, я, наверное, померяю, может, подойду потом поближе, чтобы. Тоже я его взяла в размере медиум. Я уже его носила, поэтому скетки нет на нем уже. Вот так вот он выглядит. Он довольно объемный, довольно большой. Может быть, надо было взять и эс. Но, в принципе, я довольна, что он такой большой. Как бы мне удобно, мне хорошо. Можно много чего под низ надеть. Можно надеть платье. Можно надеть какой-то тонкий свитер другой для тепла. Вот, шерстянулось, чтобы было теплее. Потому что все это, конечно, синтетика. Я сейчас проверю, но, по-моему, мне кажется, что да. Мне так тикают часы громко. Если вы слышите уже второе видео, у меня здесь в ливинге, в моей комнате. Там висят часы, и они так громко тикают. Я потом, когда прокручивала видео, я услышала это тиканье и подумала, «Господи, какой-то это такой странный звук». Потом я поняла, что это часы мои. Значит, в этом свитере 10% шерсти. Все остальное синтетика. Но 10% лучше, чем ничего. Следующая вещь. Это тоже как бы... Ну, это не свитер. Это уже больше весенняя вещь. Это такой топ-блуза, трикотажная. Потому что вот эта вот нижняя часть у нее сделана из такого какого-то синтетического трикотажа. И вот эти вот такие прекрасные прозрачные газовые рукавчики. И сверху вот это вот все тоже такое вот романтично-газовое. Я не знаю, правильно говорю, газовый органза, газ, газовый шарфик. У нас там называлось когда-то вот шарф вот такого вот качества прозрачного. Знаете, как ленты такие были, банты. Девочки шли в школу вот с такими вот бантами из такого вот... Такого качества ткани. Органза, правильно, да? Значит, это топ. Я купила тоже в размере медиум. И стоил он 50 долларов. Но я его купила за 13 или за 16, тоже я не помню. По-моему, тоже за 16 долларов. Потому что он у них идет в разделе трикотаж. Следующая вещь. Вот такая вот тоже топ. Я бы сказала, такая рубашка на пуговицах, на кнопках. Тоже такого очень приятного цвета. Очень приятного фасона. Оно такая приталенное по талии. Сделана она из эко-кожи, конечно же. Не из натуральной кожи. Очень красивый цвет. У нее сзади, у нее такой, видите, как разрез идет вот тут. Стоила она... А, кстати, взяла ее в размере large. И стоила она... По-моему, вот это стоила 13. 12,99. У них все топы, которые не свитера, у них идут сейчас по 10 или по 13 долларов. Свитера по 16. И юбки, по-моему, тоже по 10. В общем, сейчас у них полная-полная совершенно распродажа. И последняя вещь – это пальто. И кто меня хорошо смотрит, внимательно смотрит, те помнят, что я примеряла это пальто. В том же самом блоге, где я примеряла розовое пальто. Мне оно тоже очень понравилось. Я решила, что я его куплю, если будет возможность купить на распродаже. А я вам хочу еще одну вещь такую сказать, девочки. Я в Заре никогда, никогда не покупаю вещи за полную цену. Не только в Заре, но вообще практически везде. В масс-маркете, не важно. Почему? Потому что какой смысл покупать вещь за полную цену, если она выйдет на распродажу. И если вы потерпите 2-3 месяца, то вы потом эту вещь можете купить в 2 раза дешевле. Какой смысл покупать за полную цену? Единственное, что я покупала за полную цену, это вещи, например, дети растут, им нужна куртка, им нужны ботинки на зиму. Но я тогда покупала, потому что это вещи необходимые, без которых нельзя обойтись, которые не могут ждать. Наступает зима, и ребенку нужна теплая куртка. Я ее покупаю за ту цену, за которую она стоит. Я, естественно, не буду ждать месяц. А он будет сидеть в дом, потому что мне нечего будет носить. Но вещи для меня, у меня как бы есть вещи. Я не покупаю вещи, потому что мне нужны вещи. Мне нечего носить. Мне есть что носить. Я покупаю вещи, как я уже говорила, я коллекционер. Я себя так называю шубоголик-коллекционер. Поэтому я покупаю вещи, которые могут подождать. И, в принципе, это все может подождать месяц и может подождать без продажи. Так вот, это пальто. Я его примеряла в своем влоге, стоило оно 140 долларов, я его купила девочке за 25. Сейчас у них вся верхняя одежда, все пальто, все шубы, я свои тогда покупала за 50, сейчас они стали 25, 25,99, и вот это пальто я оторвала, можно сказать, ухватила за 25,99. Это такое, оно вот легкое такое осенне-весеннее пальто, это не зимнее пальто, у него наполнитель не пух перо, а наполнитель у него синтетика какая-то, оно не очень, не а в те какое теплое, но я думаю, что оно достаточно теплое для весны, для весны. И я тоже его примерю, выглядит оно вот так, прекрасно, потрясающе металлого цвета, я хочу сказать, что я взяла его в размере смол, в магазине, когда я примеряла, я примеряла медиум, он тоже мне был хорошо. Я рискнула и купила в размере смол, потому что медиум уже не было в наличии, и я, в общем-то, оно очень большое, я с удовольствием вам его покажу, как, в принципе, оно достаточно большого размера, и вполне-вполне вы можете купить его на размер смол, оно довольно объемное, и, в общем, хорошо на вас сядет. Все, давайте сделать примерки. Первое, что я вам покажу, это то, в чем я одета сейчас. Сейчас я переставлю камеру, поверну ее так, чтобы было лучше видно, и давайте примерять. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все, дорогие девушки, дорогие дамы Сегодня вот такая у нас была распаковка Ментоловый цвет, цвет сезона Очередной цвет весны Надеюсь, что вам понравилось, было интересно Люблю, целую, подписывайтесь на мой канал Очень буду вам всем рада Вашим лайком, вашим комментарием Увидимся в следующем видео Пока-пока, Бай